Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя Ума, 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 ума Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире «Кухня для друзей» Место, где мы с нашими гостями готовим что-нибудь вкусное и интересное И, конечно же, беседуем о жизни, увлечениях и многом другом В народе бытует старинная пословица Шаньга до уха и беседа неплоха И действительно, архангелогородцы – это истинные шанежники Без госпожи Шаньги, душевных бесед и, конечно же, чая В прикуску да в накладку с сахаром никуда А поможет нам окунуться в чудесную северную атмосферу Наша сегодняшняя героиня – это общественный деятель, очаровательная жена и мама Виктория Парфенова Давайте же узнаем, за что ее семья так любит северную кухню Виктория, здравствуйте! Здравствуйте, Яна! Ну, рассказывайте, что мы сегодня будем печь? Я так понимаю, что это сегодня будут шаньги Наши северные традиционные Сегодня наше блюдо – это шаньги Традиционное северное блюдо Да, что для начала делаем? Вообще шаньги, которые я люблю и любит наш народ в Лишиконском районе, бывают трех видов Сегодня мы печем шаньги на соснях Как это? Сосень – это такая корочка, которая изготавливается из ржаной муки с водичкой, с солью И уже на нее наверх кладется начинка То есть это могут быть крупяные шаньги, это могут быть картофельные и пресные, как у нас называют бабушки Из обычного теста Сегодня мы выбрали крупяные шаньги Все, отлично! Что для начала мы делаем? Для начала мы будем делать тесто для сосней Соответственно, мы берем чашу и замешиваем тесто, как, в принципе, для обычных печенюшек Но только делаем это из ржаной муки Ага, ну сколько нам муки для начала понадобится, для того, чтобы замешать вот эти самые сосни? Ну, вообще, в деревнях обычно пекут очень много шанек, потому что, сами понимаете, русская печка, она большая Туда можно поставить 3-4 противня Вот, ну, так как мы сегодня на передаче, мы обойдемся, наверное, шанечками для чаепития Думаю, может быть, порций на 6-10 мы сделаем тесто Хорошо, то есть мы берем муку Муку, заливаем ее водой Сколько нам примерно понадобится муки на 6-10 порций? Муки примерно грамм 300 Воды обычной, кипяченой, холодной, неважно Вы меня останавливаете, когда, кстати, нужно будет? Так, пока я на достаточно Вот, и мы смотрим по густоте теста То есть, как тесто будет густое А вообще, вот этот рецепт шанежек, да, наших северных, вы узнали, наверное, от бабушек? Да, конечно Мое детство прошло в Лешаконском районе В самом райцентре Лешаконское И в 7 километрах от райцентра есть такая замечательная деревушка Карощеве Откуда родом моя бабушка, по линии мамы Поэтому всегда на все праздники, на все выходные бабушки пекли вот эти замечательные шанги Мне кажется, у каждого вот такой вкус детства Это шанги, русская печка, большой деревянный дом И вот этот запах, когда начинает пригорать корочка от выпечки Все верно, вы говорите Это самый интересный запах детства Как правило, бабульки топят русскую печку в 5 утра И поэтому, когда ты просыпаешься уже на... Для того, чтобы пасти коров в 7 утра Уже идет замечательный запах из труб почти каждого дома Ну, раньше деревушка была, конечно, жилая, а сейчас там, к сожалению, нет ни одного жителя Ну, верно, дачники? Да, дачники, да Так, вот у нас получается тесто уже густое Мы еще добавляем туда соль для вкуса По идее, как говорила и моя бабушка, чтобы вот этот сосень, эта корочка была, ну, скажем так, повкуснее Можно туда добавлять еще яичко Но мы сегодня этого делать не будем Мы будем традиционные все-таки делать Да, мы будем все такое попроще Мы добавляем немножко муки, да? Еще добавляем, да? А вот вообще какой консистенции должно быть это тесто, чтобы вот... Оно должно быть хорошо мяться в руках Ну и, соответственно, с калочкой мы сейчас будем из нее делать такие небольшие лепешки Кругляши Кругляши, да По размеру блюдечка Ну вот, насколько я знаю, вообще шанги — это не только традиционное северное блюдо Это и блюдо татарской кухни Очень многие народы, не знаю, насколько переняли или нет у северных народов это блюдо Но, тем не менее, многие практикуют вот это блюдо в качестве такого основного Только на севере у нас, насколько вот я читала, да? Шанги все-таки должны быть пресными, а не сладкими А вот сладкие уже называются ватрушки Все верно, да Еще по-другому шанги на соснях их называют шанги-калитки Потому что в разных районах нашей области, в том числе, везде по-разному называются и предметы старины, и предметы утвари, и то же самое шанги Вот у нас, например, шанги на соснях, где-то они называются калитки Когда вот эта корочка, она у нас будет прямая, а где-то ее еще так вот прищипывают по краям А, и получается такой узорчик И узорчик, но это делают больше даже не для красоты, а для того, чтобы ягоды или та начинка, которую мы туда кладем, она не вылилась Ну, вы так тепло отзываетесь вообще о северной деревне, но живете в городе все равно Возвращаетесь ли туда, в любимое место? Да, безусловно Живу я в городе уже 6 лет Ну, это было мое решение, потому что нужно было строить личную жизнь Я вышла замуж, родила двух детей Но каждые выходные раз в две недели, раз в месяц, как позволяет время, как позволяют дороги Вы знаете, что в Лешаконе уехать это целое приключение Поэтому я иной раз прям отпрашиваюсь у мужа Он остается с детьми, и я на выходные еду там, дабы сходить за клюквой Или помочь маме выкопать картошку Сама за рулем езжу Ну, сейчас начнется период распуты, поэтому Сложно будет попасть До Нового года, да, мечтать, ждать, скучать А вообще у вас у семьи остался там деревенский дом, да? Да, маслица добавим для того, чтобы тесто у нас не прилипало к рукам Ну, много буквально столько В деревне, в самой, вот в Карашеле, о которой я говорила Там дом моей бабушки Там, где выросла моя мама, а в семье их было шестеро У моей мамы у нас четверо, поэтому тоже многодетная семья Но я думаю, что нам с мужем есть к чему стремиться Ну да, конечно Все впереди еще Нам нужны еще две дучки Как минимум И сейчас я еще купила там старинный дом с поветью Большой такой, с русской печкой Для того, чтобы он был вот именно мой То есть шанги вы печете там уже, в русской печке? Да, конечно Духовка, это немножко не то Но все равно для того, чтобы немножко поностальгировать о деревне Угостить друзей, они у меня очень любят Коллеги любят, когда я приношу там шанги на работу Морожку, что-нибудь такое свое Северное свое Да, особенно вот спросом пользуются, когда у нас какие-нибудь форумы Особенно международные, угощаешь норвегов, там каких-то гостей из других стран Мне кажется, для них это вообще в диковинку абсолютно Да, они очень смакуют Тем более, они еще такие, раздраженная мука Ее можно использовать в пост, как бы такие шанежки Поэтому они называются пресные Так, сейчас мы пробуем все-таки тесто на консистенцию, да? Да, тесто в принципе готово А сейчас мы его будем раскатывать Давайте я вам помогу Сталочками Так, вот вам сталочка Мне, мы сейчас немножко посыплем мукой Мукой, да, для того, чтобы не прилипало к нашему столу Все верно В деревнях это делается, конечно, не в столе У бабулек всегда заготовлены такие фанерки И запечки Мне кажется, они у нас в домах, в жилах все равно остались Вот от мам, от бабушек все как-то по наследству переходит это умение Да, это точно Какого размера должны быть вот наши лепешечки? Берем небольшой шарик, то есть в руках он должен так чувствоваться, да? И мы его раскатываем до размера блюдечка ориентировочно Вот такого Так, сейчас я тоже тогда возьму кусочек Он не должен быть очень тонкий Наверное, у меня это он будет слишком маленьким, наверное, это больше А вообще, когда приезжаете вот в Лешиконию, что делаете с семьей? Я знаю, что у вас очень много увлечений вот таких традиционных, скажем так, охота, рыбалка Да, это безусловно А это передалось все-таки из поколения поколений Или вас муж привлек вот к таким увлечениям, мне кажется, абсолютно мужским? Ну, даже, можно сказать, я его сейчас к этому приучаю К рыбалке, к охоте А это передалось, наверное, больше от дядей, которые у меня охотники, рыбаки И всегда очень нравилось ходить с ними в лес, ставить силки Когда они там идут за зайцами, на поля охотятся, почему бы и нет Там в масхалате где-то покараулить Вот, даже вот иногда силки ставят, силия уже не силки, а силия на медведей И очень интересно всегда посмотреть там, как там, вот медведь там попался или нет Открытие охоты, когда на уток, на гусей Тоже очень здорово посидеть в караулке, в песке Сделать такой некий шалаш, караулка называется Открывается, оттуда постреляет, то есть вот такая вот азарт, страсть, экстрим некий Ну, а рыбалку, наверное, больше люблю, чем охота Потому что, ну, это более доступно, можно порыбачить удочкой Какой самый удачный улов у вас был? Удачный, ну, наша самая любимая, наверное, у всех рыба, это красная семга Которую мы тоже очень любим ловить Но вы знаете, что ее просто так ловить нельзя, это называется браконец Да, 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 конечно Но все есть лицензии, мы тоже стараемся придерживаться всех правил и норм Поэтому, естественно, самый хороший улов это семга, щука крупная Когда очень такой нерест у нее идет, знаете, попадается А все-таки в городе, да, все равно вы скучаете, я так понимаю, что по деревне Очень И как все-таки вот, ну, такую скуку, да, по северной природе убиваете? Наверное, очень много работаете Да, конечно, приходится очень много работать Но, когда я переехала сюда в город, мне очень стало не хватать общественной деятельности Той, которой я занималась у себя в Лешконе со школьных лет Ну, во-первых, любовь, вот, скажем, к добровольчеству Как к каким-то таким безвозмездным делам, как помощь старушкам Как им по хозяйству, как благоустройство каких-то там клумб Таких вот, вроде бы, казалось, малейших дел Но это мне всегда нравилось И в это я вовлекала всегда своих одноклассников, своих знакомых И так в Лешконе у нас был создан молодежный совет Начинали мы, вроде бы, как с малого, такими добрыми делами Облагораживали свое село Садили клумбы, благоустраивали памятники Ходили такими тимуровцами, помогали бабулькам колоть дрова И поэтому мне этого всего очень стало не хватать здесь, в городе Поэтому я решила создать свое общественное объединение Я назвала его молодежное землячество Несмотря на то, что Лешуконское землячество в Архангельске Оно уже существовало, я стала его активным членом Но, тем не менее Такое ответвление для молодежи, скажем Да, ответвление, да И наш актив, молодежь Лешуконского района Которые уже здесь учились, работали Вновь прибывшие, примкнули к нам И таким образом мы стали уже работать Ну, я не скажу, что на город Все равно большую часть разных проектов и дел тянуть на Лешуконский район На отдаленные деревни Да, помогать своим, естественно Ну, так как мы северные районы, это еще и Мейзенский и Пинежский Поэтому мы стали дружить тремя северными районами И какие-то форумы и общие дела уже стали проводиться на межрайонном уровне Скажем так, самым большим достижением организации что стало? Это выигрыш какого-то гранта или, может быть, помощь добровольческая Какому-то молодежному центру Или, может быть, наоборот, социальным каким-то институтам Мы пишем проекты, в основном, ну, такие цельвые Социальные я бы их назвала Я не назову это такими большими достижениями Мне кажется, строительство спортивной площадки Для Мешаконского района в одном из поселений Для них это значимое событие Что в деревне появилась спортивная площадка Конечно, для детей, мне кажется, это вообще большая радость Да, сами же молодежь, родители с детьми Ее там, допустим, помогали Трактор выравнивал, они там выносили мусор Взрослые там, например, ставили скамеечки Сетку натягивали волейбольную и так далее Красили, когда вот это все сделано совместными усилиями А не кто-то, какая-то фирма пришла, поставила Вот вам И тем самым ребята это больше берегут, ценят И развивают дальше И приучаются вообще к труду И понимают, какими съемами это вообще должно достигаться И приучаются к той же общественной деятельности Которой когда-то начали заниматься мы И я сейчас продолжаю ей заниматься Сама себя могу смело называть тем же самым волонтером Даже не по линии работы, там, землячества Мне очень нравится общение с бабульками, с нашими ветеранами Мне нравится помогать им просто вот от души Общаться с ними и перенять, пока они еще живы А им уже многим за 90 уже А все-таки, когда вы помогаете людям Что больше всего вам нравится? Потому что волонтерских направлений ведь очень много Это и социальное направление, и спортивное направление И так далее и тому подобное Что больше всего вас привлекает? Мы, наверное, больше привлекаемся как раз социальным волонтерством Это как раз помощь престарелым людям Это и экологическое волонтерство Когда мы благоустраиваем территорию, убираем мусор Вот это самое главное направление Ну и такое волонтерство, как событийное То есть когда ребята помогают на организации различных форумов Конференций, деловых встреч Тем самым они получают огроменный опыт Мне кажется, искренность вообще любого поступка Она потом как-то отплачивается все равно И добротой человека, которому ты помог И, возможно, тебе кто-то другой поможет То есть доброволец такая вещь, которая, ну, она как бумеранг Она возвращается потом тебе другими добрыми делами Уже, может быть, от каких-то других людей Да, я тоже так думаю Ну что, я Сосни у нас с вами получились Да У меня, конечно, не такие красивые и ровные, как у вас Но я думаю, что я наверстаю уже попозже Ну ладно, мы с вами будем делать так, как у нас получилось Сейчас нам для начинки Раз мы выбрали сегодня крупные шанги Необходима крупа, ящневая крупа Мы возьмем сюда Зальем ее молочком для того, чтобы она разбухла Вообще, хозяйки в деревнях делают это где-нибудь за час примерно, чтобы крупа разбухла Ну, в наших условиях есть сейчас микроволновки Можно поставить туда Поэтому можно немножко ускорить процесс Да, можно ускорить процесс Наверное, нужно помешать немножко, да? Да, обязательно Когда крупа напухнет, опять же, чтобы такой был немножечко вкус получше Более приятный? Более приятный? Более приятный Можно ее посолить, опять же Тоже опять щепоточку Ориентировочно, что это кашка, будем представлять, ящневая В такие шанги я уже говорила, что сахар не добавляется в сахарный песок Они должны быть пресные Да, иногда, опять же, можно добавить туда просто-напросто яичко Яичко всегда придает почему-то такой нежный вкус Но мы его добавим потом в процессе еще в сметанку, которую будем сверху поливать Дорогие друзья, наша каша из микроволновки уже готова Вот это будет наша начинка сегодняшняя И мы ее, Виктория, да? Уже закрываем шанешки Да Сейчас мы с вами сосни будем раскладывать на противень Для того, чтобы потом ее, противень унести в духовку Жаль, конечно, что у вас нет русской печки Ну, что поделаешь Мне кажется, такая прелесть, как русская печка, осталась только у наших бабушек в деревнях Для города это... Ну, многие делают макеты Большое удовольствие Вот видите, я на некоторых соснях Так, мы сейчас делаем края, да? Можно прищепнуть, можно этого не делать Мы с вами сделаем, потому что каша все-таки густая, но и для красоты Картофельные, когда шанги тоже прищипывают Ягодные, чтобы не растекались Виктория, а чем еще балуете домашних? Я вообще очень люблю готовить И люблю такую простую еду То есть, если на праздники, там можно какие-то изысканные блюда Какие-нибудь там салатики с аномасами, с кальмарами, морепродуктами и так далее А так, в обыденные дни, обычные, значит, блюда Дети очень любят борщ из всего своего Муж очень любит рыбу, поэтому у меня сюда привезена латка Знаете, что это такое, да? Нет, расскажите Это домашняя деревенская утварь, овальная, глиняная И в ней тоже в русской печи всегда запекают рыбу, готовят Ну что, у нас с вами готовый сло с ним Немножко не хватило у нас, конечно, противень Ну, ладно, ничего страшного Мы положим его отдельно Отдельно, да, в отдельный противень И выкладываем кашу Каша у нас разбухла, да Мы уже сказали, что в городских условиях мы их и вложили в микроволновку Так она быстрее разбухла А так, побольки, когда обычно в деревнях затапливают печку русскую Тогда уже начинают все делать Месить тесто, скать сосни Соответственно, в это время варится картошка для картофельных шанек В это время разбухает ячневая крупа для крупяных шанек Вот так вот аккуратненько, не очень толстым слоем Когда приезжаете в деревню, точно так же встаете, как ваша бабушка в 5 утра? Это бывает редко Когда, например, нужно идти за морожкой Ходим мы рано, потому что еще вроде бы не жарко Нет комаров Ну и, естественно, кто раночь встает, тому бог даю Если ты придешь за морожкой в 12, там уже ходит куча народу Мне кажется, куча дошников будет в это время уже А детей приучаете вот к рыбалке, к охоте? Обязательно Ребята учатся стрелять из ружья Ну, сначала, конечно, из духовки, потому что они у нас маленькие За грибами это завсегда Когда я родила еще первого сына, я всегда бегала в лес с коляской То есть через болото там, да, перенесу И всегда, когда меня кто-то встречает в Лешиконии Ну, там, в принципе, меня многие знают Но всегда говорят, о, а я тебя знаю Это ты по лесу с коляской бегаешь Ну, бегаешь, почему? Потому что я Потому что любите быстро передвигаться Быстро передвигаюсь, да Ну, может быть, еще в силу своего первого образования спортивного Я педагог по физической культуре Работала даже в школе Ну, в Лешиконской учителе физкультуры Сейчас ностальгирую по этому Сейчас бы с удовольствием, наверное, тоже вела бы уроки физкультуры У вас все равно, так или иначе, деятельность связана с контактами с молодежью С организацией, да Да, с организацией И спортивных мероприятий Поэтому скучать не приходится Мне кажется, в деревнях вот очень популярно такое выражение, как бабушкин сундук И когда я помню просто себя, девочкой маленькой Когда я приезжала в деревню, вот в наш старый дом, в избу И самое первое, куда мне хотелось бежать, это наповедь Где стоял бабушкин сундук И примерять старинные вещи Одевать на себя платки И вот этот вот запах такой Старины Да, 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 вдыхать Вот у вас в Лешиконе сохранилась ли такая традиция? Конечно, мне кажется, в каждом старом доме, у кого есть бабушки, везде есть эти сундуки Но даже сейчас, в принципе, здесь, в городе, нам повезло, что у нас есть вот Лешиконское землячество В котором замечательные женщины, певуни, хранительницы фольклора вот этого северного Они нас учат северному диалекту, чтобы мы его сохраняли, не забывали Они нас учат вот этим старинным традициям, обрядам, различным праздникам, которые раньше проводились на Руси, чтобы мы не забывали И, соответственно, каждый праздник, обряд, он тем, так или иначе, связан с каким-то нарядом Кокошники, сарафаны, каротёны То есть, и мы зачастую с этими бабульками ставим сценки, окружаем хороводы Молодёжь активно ли включается вот в такой процесс? Ну, сложно зазвать, конечно, ребят ходить постоянно, потому что это требует времени, репетиций Они все знаете, что люди занятые, мало того, что студенты или работающие, помимо ещё своей кучи активной деятельности Но когда дело идёт о том, что надо выступить за землячество, надо представить свой Лишеконский край Поэтому мы всегда охотно идём, репетируем, выступаем и вот очень этому рады А в самом Лишеконском районе сохранилось ли это? Учат ли этому детей? В Лишеконском районе, да, у нас есть замечательный Лишеконский северный хор Есть отделение детей, бусинки они назывались, может быть, сейчас как-то по-другому называется Такое детское хоровое, да? Да, детское хоровое Для них тоже шьют специально наряды, рубахи с поясами для ребят Что называется, полное погружение в народную культуру Всё правильно А, кстати, о погружениях Вот мы сейчас, в прямом смысле слова, погрузили нашу кашу в наши заготовочки, да? И что мы сейчас ещё делаем? У нас осталось буквально один момент, я так понимаю Да, для того, чтобы шанишки были румяные, бабульки всегда что делали? Сметанку сверху поливали, так и называется это Поливало, а кто-то называется полив То есть мы берём сметанку Вот у нас она есть, можно ещё взять ложечку Для лучшего иногда зарумянивания шанишки, да, чтобы была такая чёрненькая корочка Иногда в сметану добавляли ещё яичко Ну, это так для зрителей, чтобы они могли поэкспериментировать Вот, мы сегодня яичко добавлять не будем, а просто сделаем сметанку сверху Опять же, это делается и для того, чтобы корочка была вкусная у нас, зарумянилась Вот опять-таки о кулинарных экспериментах Бывают вот какие-то традиционные рецепты, которые мы просто повторяем А бывает хочется пофантазировать, о чём-то помечтать И начинаем экспериментировать и добавлять какие-то новые ингредиенты Вот вы, как мама, как кулинар, как хозяйка кухни У вас были какие-то такие вот интересные моменты? Что сами что-то такое новое изобретали гастрономическое? Ну, гастрономическое может быть нет Просто вот даже если касаемо тех же шанек, да, они идут картофельные То есть я, например, делаю иногда не просто картофель отвариваю Делаю его в пюре, и то есть вот на этот сосень вместо кашки мы кладём вот это пюре картофельное Я иногда обжариваю ещё лук и добавляю в это пюре Получается немножко острее, да, такой вкус? Острее, может быть, пожирнее, попитательней Потому что картофельные шаньки – это любимые моего мужа Я, конечно, не так часто имя его балую, но, тем не менее, балую Но тем приятнее будет Тем приятнее будет, да А так ещё из традиционных влёд белые грибочки со сметаной Это традиционно у нас в семье грузди маринованные Грибы сырком, как их ещё называют То есть салатики, допустим, там, с яичком, с картофелем С очень богата наша природа северная, собственно Да, да А из морожки печёте что-нибудь? Из морожки печём ватрушки, ну и тоже шанишки, только на дрожжевом тесте В этом спец моя мама То есть мы когда приезжаем, то есть у неё вот всегда шаньки с морожкой Это вообще её фишка Вам это, собственно, передалось? Вот такие вот красивые, аккуратные Но всё равно сохранение вот таких кулинарных традиций, мне кажется, это очень здорово, дорогие друзья И это дорогого стоит, потому что кто, если не мы, это будем делать И передавать нашему уже будущему поколению Дорогие друзья, наши шаньки готовы, Виктория, готовы? Готовы, готовы Они готовы для того, чтобы отправить их в духовочку Да, отправить их в духовку Поэтому, на сколько мы их отправляем в духовку? Ну, я думаю, что температуру, если хорошую зададим, то через полчаса они будут готовы Дорогие друзья, и через полчаса мы уже попробуем наши красивые, румяные, настоящие северные шаньки Ума моя, ума моя, ума моя Моя самая большая, да? Дорогие друзья, вот так быстро пролетело время В компании Виктории Парфеновой, конечно же, с душевными разговорами о традиционной русской кухне, северном уюте, колорите Дорогие друзья, мы ждем вас каждый четверг в 17.00 на нашей кухне для друзей В качестве героя или гостя программы Приходите к нам, будем вас очень ждать Встречайтесь чаще и вкусней на кухне для друзей До скорого, пока! Наши женщины, которые сейчас вот тоже пекут шаньки на соснях Они иногда хитрят, то есть, чтобы шанишка была красивая на празднике Они берут блюдечко, переворачивают его и края убирают И поэтому иногда приходят, ну как профессионально соскали Что ж ты такая кривая-то, алло? Ну-ка, пока! Так, все нормально, это у меня не прилипает Это у меня не прилипает Это почти не прилипает Так, где у меня скал У вас замечательный сосень, я скажу вам Вообще Он уж, конечно, очень такой фантазийный Или как это говорят-то, когда... Умамая, 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 умамая А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...